Привет всем! В сегодняшнем видео мы сделаем вот такой луч для прожектора, но при этом мы не будем пользоваться стандартными средствами. Это не будет источник света, источник освещения, а это будет объект. И такого эффекта мы добьемся настройками для материалов. Давайте создадим новую сцену. И уберем все, что в ней есть. Добавляем два объекта. Плоскость, которую масштабируем для невменяемых размеров. И цилиндр. Поднимаем по оси Z, GZ. И переходим в режим редактирования, Edit Mode. В режиме отображения граней выделяем эту грань. И опять же вытягиваем ее по оси Z, GZ вверх. И слегка ее зауживаем. Scale. И вот так вот ее. Теперь берем, выделяем нижнюю грань. GZ. Опускаем ее даже может быть чуть ниже нашей плоскости. Вот здесь мы это можем увидеть. И тоже растягиваем ее с помощью масштабирования. А где-нибудь вот так. Enter. В объектном режиме правая клавиша мыши, Shade Smooth. Немножко сгладим наш объект. Переходим в режим настройки материалов, New. И опускаемся в раздел Settings. Blend Mode. Alpha Blend. И Shadow Mode. Ничего. Теперь дублируем окно. Делаем два окна. Здесь переключаемся в Shader Editor. И здесь перейдем в режим рендера. В этом окне удаляем ноду Principle DSDF. И добавляем три другие ноды через Shift-A. Мы будем их искать. Первая нода. Ну, в принципе, можно сразу, вот у нас высветился здесь Mix Shader. Сюда его поставим. Опять же, Shift-A. Transparent. DSDF. И, опять же, Shift-A. У меня высвечиваются подсказки того, что я находил недавно. И Emission. Свечение. Свечение, прозрачность. И Mix Shader. То есть, смешиватель. И теперь просто соединяем все эти ноды. И у нас легко и просто получится. Нужный нам результат свечения. Прозрачность. И выдаем все это на поверхность нашего объекта. И здесь мы можем поиграться с цветом. Например, желтый, зеленый, голубой. Какой-нибудь такой. Это вот в ноде Emission. Это в ноде Emission. Свечение. Здесь тоже можем поиграться слегка. Вот он, в принципе, на нет сводится все его действия. Даже исчезает. А здесь он становится абсолютно непрозрачным, если двигать влево. Вот такой луч можно сделать, используя настройки материалов и не прибегая к обычным средствам с использованием источников света. Спасибо.